Как снизить частый пульс без приема лекарств? Правила этим страдают молодые мужчины и женщины стройного телосложения. Первое, что необходимо сделать, вот если вас часто беспокоит сердцебиение, необходимо сначала обследоваться, то есть необходимо обратиться к кардиологу, сделать ЭКГ, чтобы по результатам ЭКГ было понятно, что у вас не какое-либо патологическое нарушение ритма, связанное, например, с заболеванием сердца, или с проводимостью электричества в самом сердце, значит, нужно исключить именно эти патологии. Если на ЭКГ у вас подтверждается, что у вас нарушение ритма по типу синусовой тахикардии, то тогда данные рекомендации вам помогут. Данное нарушение сердечного ритма кардиологи называют неадекватной синусовой тахикардии. Она может сохраняться в покое, может не зависеть от физической нагрузки или, например, не зависеть от приема лекарственных препаратов. Сопровождается ощущением сильного сердцебиения и, может быть, чувство нехватки воздуха. Что же нужно делать при синусовой тахикардии? Первое, что необходимо делать, это пить чуть больше воды, чем обычно. Примерно 2,5 литра. И необходимо есть немного больше соли, чем обычно. Если в норме нам необходимо 3 грамма соли, то в данном случае необходимо до 5 грамм соли съедать в течение суток. Второе, это регулярные физические нагрузки. Почему? Потому что основная причина – это нарушение регуляции работы сердца нашей нервной системы. Отдаем своему организму то интенсивные, то менее интенсивные физические нагрузки. Это тренирует нашу нервную систему. Значит, занимайтесь бегом, занимайтесь ходьбой, занимайтесь плаванием, занимайтесь велоспортом. Необходимо заниматься 1 час 3-4 раза в неделю. Вот именно данные тренировки и данные рекомендации снижают и восстанавливают сердечный ритм. Третье, это дыхательные упражнения. Глубокое, медленное диафрагмальное дыхание, о котором я уже говорил. Медленное, глубокое диафрагмальное дыхание, оно стимулирует парасимпатическую нервную систему, которую в свою очередь снижает частоту пульса. Данную дыхательную гимнастику необходимо делать по 15 минут каждый день в течение 3 месяцев. И, кстати, данная гимнастика также снижает артериальное давление. Если данные рекомендации были полезны, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк и поделись со своими друзьями. Буду рад любимым вопросам, пишите в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok